Домир, ты будешь? Да. Подарки от Деда Мороза он получает регулярно, но вживую у бродатого волшебника 8-летний Домир не видел ни разу, хотя много о нем слышал. Он всем постоянно разносит подарки. А живет он где? На Северном полюсе. Что хочет в подарок на этот Новый год, мальчик еще не решил, но узнав, что сегодня у знаменитого волшебника день рождения, и он отвечает на любые вопросы, третий классник не удержался и позвонил. Если Деда Мороза, Снегурочка, внучка, так кто же ее родители? Домир. Да. Внучка, Снегурочка. Мама ее, моя дочь, Елена Анатольевна. А папа? А папа Сергей Геннадьевич, ее муж. Биография бородатого волшебника и детей, и журналистов заинтересовала больше всего. Виновник торжества рассказал, что он Дед Мороз 9-й. Санта-Клаус – его родной брат. И что с женой он познакомился в обычном пансионате. Она ездила по путевке в Великий Устюг. Я пригласил в сани, она согласилась. Что вас смущает? Да? Ну, извините. Отвез до пансионата. Вечером мы ходили на танцы. Главного деда страны сопровождали пингвины. Помощники, объяснил гость. Дома же у сказочного бородача живет Нана Снеговик. Заменяет домашнюю собачку. Выяснилось, что новогодний чародей любит кататься на лыжах, играет на гуслях и обожает мороженое. На вопросы саратовцев юных и не очень. Дед Мороз отвечал больше часа. Дочка делала, очень сильно интересуется. А как вы узнали о существовании в нем? Узнал, как она родилась на свет от аистов, которые ее принесли. Ну и от людей из капустной фермы. Вашего, значит, аист принес, точно. Любопытные обычно от аистов. А те, которые поспокойнее, они из капусты. Сколько ему исполнилось лет, Дед Мороз так и не признался. Зато рассказал, что день рождения отметит хоть и без алкоголя, но весело. В гости к нему обещался приехать Санта-Клаус. А еще позовут пингвинов и снегурочек. Елена Гришина, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив. Продолжение следует.